Потанцуй там, попрыгай, я не знаю. Руку всем покажи. Всем привет, ставьте лайки. Всем привет. Сегодня я нахожусь на самом любимом месте многих людей. На моём, так точно. На самом прекрасном месте на планете под названием кухня. Сегодня я хотела устроить кухинг. Видимо, сегодня всё шло не по плану, потому что произошёл небольшой фокапчик. За что это просто эластичный пин, как бы всё нормально, никаких привилов нет, но рука пока что в ауте, она нефункциональна. Так что кухинг снять-то я хочу. Будет немножко он усложнённый, будет однорукий куки. Ну что, давайте поприветствуем наших испытуемых на сегодня. Первое — острые токпоки. Второе — это сырные токпоки. И на десерт, как вишенка на торте, у нас будет сырный рамён. Вообще, возможно, вот такой сырный рамён вы уже видели на клубках магазина, просто у меня руки только сегодня дотянулись, точнее, одна рука. Вторая немножко нефункциональна. Вот такие два подопечных у нас сегодня присутствуют. Рамён сегодня не звезда, но мы тоже уделим ему время. Как бы всё внимание должно полагаться на эти токпоки. Я хочу, чтобы это было очень вкусно. По крайней мере, на картинках это выглядит очень великолепно. Но как это будет выглядеть в моей тарелке, это уже вопрос. Я всё-таки хочу начать с сырных, потому что они мне как-то больше манят своим взглядом. Так, способ приготовления. Способ... Так, ладно, способ приготовления. Высыпьте на сковород курицей палочки и соус. Залите 80 литров воды. После закипания воды добавите огонь и расположите... Продолжить готовить немедленные огни до загустения соуса. Пропреплите сразу после приготовления. Мы поняли, приняли и начали. Я могу воспользоваться ножницами. Часто их тут мало как-то. В общем-то, внутри лежал вот такой вот контейнер. Здесь лежат сами клёцки. Я надеюсь, я правильно называю. А здесь чизи соус. В общем-то, у нас всего лишь три ингредиента, и в помощь к нам пришла сковорода. Ну, тут как-то кот наплакал немножко. Наверное, нужна лопаточка. Так, я включила плиту на семёрку. Здесь у меня уже 80 миллилитров воды. Без градусов. Мы зальём. Выглядит это как-то странно. Очень странно. Сказали соус сразу же высыпать, так что... Блин, это так плохо выглядит. Как какие-то недоваренные макароны в масле с зеленушкой. Ну, в принципе, если всё это поперемешивать, то всё довольно-таки симпатично. Думаю, пока это всё тут кашеварится, можно яички ссорить. Потому что я считаю, что с яичком это будет прям огонь, а не блюдо. 3,4 яичка. Я думаю, этого должно хватить для всех токпоки и для рамёна сырного. Так, оно начало маленечко прикипать. Не, у нас в сковородочке это уже поприятнее выглядит, чем было до этого. Мне кажется, это всё благодаря соусу. Хочу сейчас соус чуть-чуть попробовать. Всё, прыгнет. Примерно так. Ну, главное, чтобы это было вкусно. Как бы на эстетичку можно закрыть глаза, если это вкусно. Нет, ну, с моего ракурса это прям делишес, я считаю. Их сказали кушать сразу же после приготовления, так что, думаю, надо пробовать прямо сейчас. Уже немножко месиво такое, оно очень вкусное. Этому месиво я готова поставить 10 из 10. Ну, ладно, если бы не яичко, то было бы 9 из 10. Но это очень вкусно. Думаю, стоит пока остановиться и приступить к острым ток-поке. Ну, думаю, мы уже знаем, как всё это делается. Водиться. Говно положено. В принципе, тут немного другое хрючо получается в сковородке. Кстати, я удивлена, что я до сих пор ещё ни разу не обляпалась ничем. Пока подъем уже приготовленное. Ой, это очень вкусно. Это выглядит странно. Это больше похоже на какую-то индийскую штучку, нежели чем на корейскую. Я ещё решила зря время не терять. Поставила чайник, он уже вскипел. Так, что он говорит в инструкции? Откройте крышку, добавьте во вкус содержимое пакетиков с приправой и овощами, залейте кипятком на внутренней линии упаковки. Закройте крышку, подождите 3-4 минуты, добавьте сольную приправу и хорошо одонешайте. Я так и сделала, в принципе. Кстати, многие любят слегка недоваренную лапшу, чтобы она была твёрдой. Я как раз-таки любитель слегка переваренной лапши, чтобы она была максимально мягонькой. Думала, ещё можно воспользоваться лайхаком из тиктока. Это работает только с чайниками, которые на плиту ставят. Лапшечка пока готовится, думаю, можно уже вот эти токопоки выкладывать на тарелочку и пробовать их. В этот раз с моего ракурса это выглядит максимально отвратительно. Блин, ну в принципе, я даже не знаю, что сказать. Это максимально не то, что должно было быть. Главное же, чтобы было это некрасиво со стороны, а красиво, чтобы это было на вкус. Это очень-то выдерживает. После этих рисовых колёцок прям пить хочется. Они даже не то, чтобы острые, это как будто бы какая-то ядрёная джика. Проблема у себя немножко в соусе. Я даже немножко поменяю свою оценочку. С 8 до 7 отпущу. Это всё ещё вкусно, это всё ещё съедобно, но если сравнивать с первыми, то это... То они проигрывают. Освежаем наши вкусовые сосочки и приступаем к этому блюду. Не, ну выглядит прям хорошо. Он впитал в себя всю влагу. Надо только добавить сыр. Так, ну и всё, перемешиваем это всё. Они прям побелели. И пахнут примерно так же, как и первые токпоки. Я бы сейчас их поставила рядом, но они уже вот тут. Ладно, пробуем. Здесь должно быть 3 бойца, но осталось только двое. Первый уже пал в своём доблестном бою. Он победил. Как бы свои 10 баллов и 10 он получил. Что я хочу сказать про эти духу. Я горжусь собой, что я ничего не спалила, не испачкалась. Ну, разве что немножко рассыпала соус. Если ставить по какому-то рейтингу, то первые будут сырные клёски, второе — это сырный рамен, а третье — это вот эти острые, отличные токпоки. Ну всё, я думаю, передача харчебня у меня на кухне закончена, подошла к концу. Я пойду дальше наслаждаться этой едой, которую я сделала. Спасибо вам большое за просмотр, то, что вы уделили внимание всему этому процессу. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, пишем комментарии, и всем пока-пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok